Здравствуйте! Дорогие дамы, давайте поговорим сегодня о загаре. Я думаю, что эта тема будет уместна. Приближается время отпусков, погода нас балует жаркими солнечными днями и многие уже успели прилично загореть. Здесь есть два аспекта – наша красота и наше здоровье. Я получаю много импортных журналов по косметологии и медицине. И практически в каждом из них присутствуют статьи известных врачей и дерматологов на тему о загаре. У нас дела с этой информацией обстоят хуже, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы внимательно посмотрели эту передачу. Начнем с элементарного. Что такое загар? Загар – это защитная оболочка, которую приобретает кожа для того, чтобы защитить себя от ультрафиолетовых лучей. Их два вида – разряд В и разряд А. Лучи разряда В приводят в движение два защитных механизма в нашей коже. С одной стороны, это уплотнение эпидермиса, то есть образование плотного рогового слоя, который служит защитой для клеток, находящихся под ним. С другой – это стимуляция клеток, вырабатывающих пигмент – коричневый меланин, который придает нашей коже такой красивый бронзовый цвет. Загоревшая кожа защищает от солнца, и эта защита позволяет увеличивать солнечные дозы. А вот здесь внимание! Природный защитный механизм требует времени для своего формирования. А ультрафиолетовые лучи разряды В канцерогенные высокие дозы. Поэтому первые солнечные сеансы должны быть минимальны, конечно, с учетом своего индивидуального типа кожи. Позже мы покажем ориентировочную таблицу, и вы увидите, насколько быстро можно нанести серьезный урон коже. А зоновая дыра становится все шире. Естественный защитный слой нашей атмосферы все тоньше, и сквозь него беспрепятственно проникает все больше ультрафиолетовых лучей. То, что между ультрафиолетовым излучением, солнечными ожогами и раком кожи имеется однозначная взаимосвязь, считается бесповоротно доказанным. Причину возникновения этого заболевания объясняют повреждением наследственного материала клетки, ее мутацией. Вследствие облучения ультрафиолетовыми лучами нарушается функция клетки, и это приводит к образованию канцерогенных субстанций. Мало того, солнечные ожоги вызывают ослабление внутренней сопротивляемости организма. И опять внимание! Хотя организм и располагает защитным механизмом восстановления, его мощностей обычно не хватает. Если солнечная доза велика, эти механизмы, как правило, бессильны. Это особенно близко касается всех нас, живущих, мягко скажем, в неблагополучном регионе, где у каждого практически ослаблена иммунная система. И все это особенно близко касается наших детей. Дорогие дамы, я не буду приводить цифры мировой статистики по этим исследованиям. Скажу только, что по данным немецкого журнала «Косметика» Германского института информации, существующего более 30 лет, очень серьезного и солидного издания, солнечный ожог в детском возрасте увеличивает риск заболевания в 20 раз. То есть он надолго выводит из строя защитный механизм клеток у детей. Лучи разряда А по сравнению с лучами В глубже проникают в кожу. И вот здесь пойдет разговор о нашей красоте. Они проникают вплоть до самой дермы, разрушают находящиеся там эластические и коллагенные волокна. Это приводит к быстрому старению и дряблости кожи. Мало того, большинство аллергических реакций на кожу – это результат воздействия ультрафиолетовых лучей разряда А. Как видите, есть много причин против активного загара без защитных средств. Весь мир ими пользуется не один десяток лет. Косметические солнцезащитные препараты относятся к той небольшой группе косметики, действенность которых можно однозначно доказать. Они содержат фильтры, которые являются своеобразным щитом на пути солнечных лучей. Но людям с аллергической реакцией на солнечные лучи нужно быть предельно осторожными. Поверьте мне, что все сказанное очень серьезно и не является рекламой солнцезащитного косметического товара. Наша кожа ничего не забывает. Чем чаще мы ее заставляем загорать, тем быстрее она стареет и тем больше степень риска серьезного заболевания. Нужно внимательно относиться к себе. У всех нас есть или будут дети, которых надо уметь беречь, вырастить крепкими и здоровыми. Уже давно миновали те времена, когда можно было из года в год безбоязненно урывать у солнца бронзовый загар. Сегодня здоровье и красота – наше основное богатство и надежда на благополучное будущее. А теперь давайте посмотрим, какие есть виды солнцезащитной косметики. Период, когда кожа в состоянии сама защитить себя, называют временем самозащиты, то есть ожоговый порог загара. В зависимости от типа кожи, вы видели таблицу с основными параметрами, этот период может быть различным. Применяя средства для загара, можно продлить время самозащиты. На каждой бутылочке указан солнцезащитный фактор СЗФ. Но для детей в начале принятия солнечных ванн следует пользоваться более высоким солнцезащитным фактором. Тот, кто покупает американское средство защиты, должен знать, что американцы измеряют СЗФ на основе других норм. Их параметры более чем на одну треть выше. Допустим, СЗФ-15 соответствует европейскому средству с фактором 10. Есть молочко для загара. Ему обычно большинство отдает предпочтение. Это жидкий крем для легко загорающей кожи. Он предохраняет от сухости и шелушения. Представленные в нем компоненты позволяют использовать качественные солнцезащитные фильтры. В нем также содержится масло ростков пшеницы. Молочко легко наносится на кожу, покрывая большую поверхность. Но после купания его нужно нанести повторно. Блокировщиками солнца считаются защитные средства, которые обладают как минимум защитным фактором 10. Это кремы. Они рекомендуются детям и людям со светлой чувствительной кожей, а также тем, кто проводит много времени на интенсивном солнце, например, при занятиях парусным спортом или горными лыжами. Этот крем содержит солнцезащитные факторы высокой концентрации. В его состав также входят компоненты, предохраняющие кожу от шелушения. Они поддерживают ее нормальный водный баланс. Их нужно время от времени наносить на лицо и плечи и на особо чувствительные участки кожи, а также возобновлять после купания. Солнцезащитный крем с фактором 15. Это водостойкий крем с высокой степенью защиты. Им должны пользоваться люди с высокочувствительной кожей и обязательно используйте его для детей. Сейчас характерно все более широкое распространение солнечной чувствительности. Фотодерматоз стал очень частым заболеванием. Здесь нужна консультация врача. Но степень защиты фактора 15 может быть полезна. Крем содержит алоэ и вещества с микропигментами. Его также нужно регулярно время от времени наносить на кожу, особенно на лицо и уши. И хотя это водостойкий крем, лучше после купания повторить процедуру. Не бойтесь, что пользуясь солнцезащитными средствами, вы не сможете загореть так сильно, как бы вам хотелось. Вы приобретете желанный бронзовый загар и не нанесете себе вреда. Не забывайте также о том, что после пляжа нужно обязательно принять душ комнатной температуры и протереть кожу лица и тело специальным лосьоном. Они хороши высоким содержанием увлажняющих компонентов. После принятия солнечных ванн нашей утомленной солнцем кожи требуется дополнительная влага и жиры. В лосьоне также присутствуют жаропонижающие компоненты для кожи. Для тех, кому не удалось до сих пор загореть, можно посоветовать автозагар. Через пару часов ваша кожа приобретет золотистый цвет. Главное, нанести крем на кожу быстро и равномерно.